МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кочтовое отделение началось строительство магазина. Чего опасаются жители, расскажем в сюжете. Конечно же, когда болит зуб, это большая проблема и для ребенка, и для родителей. В Люберецкой стоматологической поликлинике появилось новое отделение. В округе прошел рейд по пресечению незаконной миграции. Утро не задалось по состоянию здоровья. Думаю, ну надо подсобраться, потому что надо выйти на турнир и хорошо станцевать. Во Дворце спорта провели чемпионат и первенство Московской области по вальным танцам. А теперь подробнее о всех событиях. Глава округа Люберца Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались руководители структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Доклад о содержании уличной дорожной сети транспортного обслуживания. Докладчик Иван Алексеевич и Александр Павлович. В рамках перехода к зимнему содержанию проведены проверки техники и производственных баз подрядных организаций. Для противогололедной обработки уличной дорожной сети заготовлено более 7 тысяч тонн противогололедной смеси и 2 тысяч тонн реагента. С начала года на автомобильных дорогах городского округа проводятся работы по ямочному ремонту. На данный момент на муниципальной региональной сети отремонтировано 12 тысяч 206 ям, общая площадь которых составляет 20 тысяч 668 метров квадратных. В рамках содержания уличной дорожной сети подрядной организации ООО «РЕНТОТЕХСТРОЙ» в течение года выполняются работы по вывозу бесхозного транспорта. Всего с начала года вывезено 137 автомобилей. Транспортная доступность, обслуживание транспорта. Докладчик Александр Павлович, пожалуйста. Все линейные автобусы в количестве 736 единиц уже готовы к работе в холодный сезон. Особое внимание уделялось системе отопления, чтобы создать в салонах комфортные условия в холодное время года. Специально для проведения сезонной подготовки были увеличены объемы поставки запасных частей и расходных материалов. Антифриз, отопители, патрубки, фильтры и автошины. В рамках профилактики на железнодорожной инфраструктуре устранено 16 проломов, восстановлено 35 метров квадратных ограждений. Провели рейды по пресечению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. За отчетный период проведена 21 проверка, 18 бесед и два нарушителя были оштрафованы. За период с 4 по 10 ноября на штрафстоянку было перемещено 10 грузовых автомобилей за неправильную парковку. Составлено протоколов на общую сумму 220 тысяч рублей. Следующий доклад о работе регионального оператора докладчик Бессонова Наталья Викторовна. Пожалуйста. В городском округе Люберца для работы по вывозу твердокоммунальных отходов ежедневно задействовано более 80 человек и более 50 единиц техники. В период с 4 по 10 ноября рекоператорам было вывезено 47 227 кубов. Из них 5 415 кубов РСО и 41 812 кубов ТКО. Этот объем на 17% приблизительно превышает объем, вывезенный в прошлом году за тот же период времени. С апреля текущего года инфраструктуру по сбору отходов в городском округе Люберцы дополнили 900 контейнеров, которые предназначены для смешанных отходов, то есть серые ТКО, и 161 емкость для сухих отходов в торсылья РСО. Дмитрий Юрьевич Баранов о предложениях от наших жителей, поступающих, пожалуйста. Приведены в порядок обочины ряда автомобильных дорог, это в том числе и улица Транспортная, и вторая заводская в Красково. Вместе с тем необходимо обратить внимание и привести в порядок как общественные территории, например, как МЦД станции Панки. Мы вчера выходили, вдоль всех станций в Панках были и Люберцы, и Один, и Томилино. Такая ситуация, как и на этой фотографии, везде абсолютно. На следующее совещание прошу подробный доклад от муниципального контроля по землям, прилегающим к РЖД. Хорошо, я сделаю. С новыми торговыми объектами, которые там появляются, и пригласить Александра Евгеньевича, руководителя, начальника станции, Люберцы-1, чтобы нам понять, как нам дальше в этих вопросах двигаться. Потому что, к сожалению, РЖД на свою территорию внимания не обращает. Это основные проходы наших людей на работу, с работы, на станции. Поэтому его обязательно на наше совещание приглашайте. Следующий доклад от Толстякова Виктора Сергеевича. Работа управляющих компаний, скорость устранения. Какие замечания, пожалуйста. За прошлую неделю в единую диспетчерскую службу поступило 4703 звонка, из которых было зарегистрировано 2435 обращений. По проценту выполненных обращений с нарушением срока в красную зону у нас попали три управляющие компании, управляющая компания Любуправдом, управляющая компания Виросервис и управляющая компания Корпорация Альянс. По Корпорации Альянс там всего одно обращение с небольшим опозданием. И из трех поступивших, поэтому получил сразу процент больше 30. А вот по двум остальным управляющим компаниям прошу все-таки более пристально уделить внимание на регламентируемые сроки по отработке обращений жителей. Любупуправдом не один раз прозвучало, более отрабатывают хуже всего. В чем проблема? Была проблема небольшая с мусором, то есть не вывоз был, и поэтому навал был, так сказать, и сложно было вывезти. Люди валят, там ремонт большой идет в доме, то есть и в одном месте наваливают, не в контейнер. Смотрите, некачественная отработка. Отработали все. Да, некачественная отработка, она показывает отношение ваше к тому обращению, которое поступило, без лишних слов. Здесь сидит много руководителей управляющих компаний, и если посмотрите на ЛГЖТ, они и те в желтой зоне, хотя у них обращений тысяча, больше тысячи. Ну, как-то надо ускорять свою работу и к людям как-то выходить и быстрее на все реагировать. Поэтому исправьтесь, чтобы на следующей неделе не звучали. Коллеги, по повестке все вопросы, есть дополнения, предложения или будем заканчивать. Всем хорошего рабочей недели. На улице 3-е почтовое отделение прошла встреча с жителями. Тема обсуждения – строительство магазина около 19-го дома. Узнав о планах застройщика, местные жители выразили беспокойство. Чего именно опасаются либерчане и почему началось строительство именно в этом месте, выясняла Анастасия Кладинова. Ранее на месте, на котором сейчас идет строительство нового торгового объекта, располагалось кафе. Но в 2003-м это здание сгорело. Несколько лет земля пустовала, но летом прошлого года участок выкупили. И новые владельцы приступили к строительству продуктового магазина. Именно это и стало камнем преткновения среди жителей. Та стена магазина, которая вырастет перед окнами жильцов 4-го подъезда, она закроет весь обзор людям. Вот это место, где сейчас началось строительство этого магазина, оно самое солнечное. Вот на этой площадке у нас был тихий двор. Двор стал тихим в 2003 году, когда сгорело кафе. И вот с 2003 года по 2023 год, 20 лет мы жили в тишине и покое. Я за то, чтобы магазин здесь был. Почему? Ну, потому что 30 лет вот здесь, вот такой бардак был вот здесь. Сейчас они взяли и навели порядок. И поставят магазин на месте кафе. Он не... кафе стояло здесь. С кафе они жили нормально, 19-й дом. Кафе существовали. А тут магазин будет меньше по площади, чем кафе. Но зато будет порядок. Они обещают тут и парк сделать, и скамейки, и травку посеять, привезти землю. То есть все облагородить. На вопросы жителей отвечали представители застройщика и администрации городского округа Люберцы. Предоставили документы с подтверждением того, что строительство магазина не несет за собой никаких нарушений. Да и закон о частной собственности не позволяет остановить работы. На данном земельном участке это частная собственность, на которой было получено разрешение на строительство магазина площадью 294 квадратных метра. Документы, как и ранее договаривались, на встрече также с инициативной группой. Соответственно, будем также в любом аспекте сопровождать и помогать людям бороться за свои права. Встреча завершилась обещанием продолжить диалог и учитывать мнение местных жителей на всех этапах строительства. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. Новая пешеходная асфальтированная дорожка появилась на улице Калинина возле здания мирового судьи. Вот эта дорога, это дорога до школы, потому что через дом здесь находятся школы. И утром, конечно, когда дети идут, а машины паркуются вплотную к дому, им приходится по проезжей части обходить этой машиной. Теперь мы спокойны, по крайней мере, из-за детей, из-за остальных прохожих. Да и у водителей, наверное, нервы крепче. Никто не скакивает на проезжую часть из-за машин. В общем, большое, огромное спасибо нашей администрации. Послушала жителей и быстро все вовремя сделала. Люберчане обратились к администрации городского округа в сентябре. Пешеходная дорожка на этом участке не была включена в план этого года, но по многочисленным просьбам жителей здесь уложили асфальтовое покрытие. Работы по укладке уже завершились, его протяженность составила 80 метров. В ближайшее время установят дополнительное ограждение, чтобы ограничить заезд машин на пешеходную зону. На территории городского округа за последние три года по поручению главы и по инициативе жителей прокладываются новые тротуары. С каждым годом прирост у нас по протяженности и по квадратуре растет. Городской округ развивается. Регулярно в городском округе экологи проводят рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства. Специалисты обследуют все промышленные зоны. Об одной из таких проверок промзоны в Матякове расскажет наш корреспондент. Летом прошлого года от жителей поселка Матяково в администрацию городского округа начали поступать жалобы на скопление строительных отходов рядом с рекой Чернавкой. Когда-то это было любимым местом для прогулок. Сейчас оно не только заброшено, но и опасно. Зачастую отходы сбрасывали в воду или оставляли на берегу. Берег реки Чернавки. Раньше здесь коровки паслись, а потом коровок убрали и начали строить вот это все безобразие. Причем до такой степени, что прям в русле реки, невзирая ни на что, с огромным количеством отходов, включая бытовые, и не отступив ни метра, что называется, от реки, вот это вот все беда случилась. Навалы строительных отходов превышали 2,5 метра. В ответ на обращение местных жителей, представители администрации совместно с Министерством экологии Московской области организовали контрольную проверку. Эксперты-экологи провели лабораторные исследования грунта. На 9 участках был рассчитан ущерб. В данный момент ущерб направлен в суд для взыскания. Он составил более 100 миллионов рублей. После того, как мы провели здесь лабораторные исследования, отобрали пробы, собственники участков начали приводить территорию в порядок. Отходы были вывезены, как вы видите. Дорожное покрытие было сделано из вторичного щебня. Жителям большое спасибо. Очень оперативно сигнализировали вплоть до номеров машин, которые завозили строительные отходы. То есть бизнесмены устроили, скажем так, нелегальный бизнес по приему строительных отходов, которые частично были сброшены непосредственно в речку. Мы, естественно, все это зафиксировали, оперативно передали все документы в Министерство экологии и началась работа. Собственники 9 промышленных участков уже вывезли больше 60% строительных отходов. А поврежденную почву засыпали песком и щебнем. Но работа по восстановлению экосистемы продолжается. На этот раз эксперты-экологи исследовали концентрацию загрязняющих веществ в воздухе. А эти земли находятся под постоянным контролем. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Телеканал ЛТВ В Люберцах прошло заседание Совета депутатов. На повестку дня вынесен ряд актуальных вопросов. Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в положение в муниципальном земельном контроле. Вынесли поправки в методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений на территории Люберец. А также обсудили проект решения Совета депутатов о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Общий объем доходов бюджета на 2025 год определен в размере 23 млрд 491 млн. рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета прогнозируется в сумме 10 млрд 962 млн. рублей. Основой доходов бюджета являются налоговые доходы, объем которых определен в размере 10 млрд 320 млн. рублей. Общий объем расходов в 2025 году составит 24 млрд 241 млн. рублей, что на 3 млрд 103 млн. рублей больше по сравнению с 2024 годом. Публичные слушания по проекту бюджета пройдут 29 ноября в администрации городского округа Люберцы. В Люберецкой стоматологической поликлинике открылось новое отделение анестезиологии. Теперь высококвалифицированную помощь в безболезненном лечении зубов могут получать не только взрослые, но и дети. О работе нового оборудования в сюжете Анастасии Кладиновой. Аппарат работает как со взрослыми, так и с детьми. Он имеет несколько режимов своей работы. Он может быть как искусственным аппаратом, так и поддерживающим, как анестезиолог помогает пациенту дышать, используя мешок амбул. Специалисты с современным оборудованием теперь могут обеспечить пациентам комфортное и безболезненное лечение зубов под наркозом. Стоматологическая операционная рассчитана на три процедуры в смену. Перед операцией пациенты проходят осмотр. Есть общее состояние, при котором ребенку очень сложно усидеть в кресле. Опять же, возраст. Но при этом есть проблемы с зубами. И вот этих деток их все равно нужно лечить. И такие детки лечатся под общим наркозом. До трех лет в нашей поликлинике дети могут получать эту помощь абсолютно бесплатно по полису ОМС. Любой пациент, если у него какой-то страх, какие-то проблемы, он приходит к доктору на консультацию. И доктор уже определяет, возможно ли лечение под общим обезболиванием или нет. Уникальность нового отделения заключается в индивидуальном подходе к каждому, что особенно важно при работе с детьми. Операционная работает как с плановыми, так и с экстренными случаями. А лечение проходит быстро и безболезненно, что снижает тревожность даже у самых маленьких пациентов. У меня ребенок, полтора года, к сожалению, уже появились проблемы с зубами. Причем уже давно, рот она навряд ли откроет, запускать не хочется. И стояли три месяца в очереди в областную. И узнали, что вот у нас рядом с домом открылось такое отделение. И хотим полечить во сне. Было мне на самом деле страшновато немного. Все-таки это общая анестезия, медикаментозный сон. Но сейчас после консультации с врачом, во-первых, и врач очень понравился. И во-вторых, ну, все мои сомнения какие-то, он их развеял. Конечно же, когда болит зуб, это большая проблема и для ребенка, и для родителей. И замечательно, что наша поликлиника реализовала этот сложный проект. Это действительно сложное техническое оборудование. Это специалисты, которые могут проводить, анестезиологи, могут проводить такие операции. И, конечно же, сейчас многие семьи, многие родители уйдут от этой проблемы. В настоящее время в Московской области четыре государственных учреждения, которые имеют анестезиологическое отделение. Люберецкая возьмет на себя весь Восток Подмосковья, что уменьшит время ожидания. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. Сотрудники полиции отметили профессиональный праздник. Уже 107 лет представители силового ведомства стоят на страже закона и правопорядка. В честь этого события в Люберецком управлении МВД прошло торжественное собрание. Они раскрывают преступления, пресекают правонарушения, борются с незаконным оборотом наркотиков и охраняют общественный порядок. Одним словом, работа полицейских – это спокойная и безопасная жизнь людей. Профессиональный праздник и еще один повод напомнить об этом. И поблагодарить за нелегкий труд. Наши сотрудники на сегодняшний день несут службу в СВО. Некоторые находятся на реабилитации, которые приехали оттуда в скомандировке, которые только недавно уехали. Кто-то уже несколько раз побывал, даже наши женщины побывали уже 2-3 раза. Съездили некоторые, которые сегодня будут награждены правами министра внутренних дел. Позвольте поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Праздник, который олицетворяет закон и порядок. Праздник, который для каждого из вас волнителен. Потому что сегодня такое количество сотрудников отмечено. И отмечено руководством областного уровня, руководством межмуниципальным. Это очень важно, потому что традиции Люберецкого УВД. Именно соблюдение законности, ускорение сроков расследования. Вот эти цифры сухие, за которыми стоят серьезная работа, опыт. Конечно же, опыт, который по наставничеству передается. Шесть сотрудников Люберецкой полиции получили сертификаты на предоставление квартир по договору коммерческого найма. Владимир Волков вручил виновникам торжества знаки отличия за службу и доблесть. К поздравлениям присоединились главы городских округов, которые находятся на территории обслуживания ведомства, а также люберецкие депутаты и общественники. Луиза и Геазарян, Петр Пономаренко, Телеканал ЛТВ. В Люберцах полицейские привлекли около 300 иностранцев к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В течение недели в территориальные подразделения доставлено свыше 400 уроженцев ближнего зарубежья. Все были дактилоскопированы и проверены на причастность к совершению преступлений и правонарушений. В отношении 324 иностранцев составлены административные протоколы. Из них 276 привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации, а также за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России. Люберецким городским судом на всех иностранных граждан наложены административные штрафы. Из них 51 нелегал будет выдворен за пределы страны, а 31 нарушитель отправлен в специализированный приемник для лиц, подвергнутых административному аресту. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению работодателей данных нелегальных мигрантов и привлечению их к ответственности. 14 юным люберчанам вручили паспорта в Центре детских инициатив гимназии номер 56. Школьников поздравила заместитель главы городского округа Виктория Бунтина. Пусть ваше детство немножечко еще продолжается в вашей жизни, но 14 лет, на самом деле, это такой вот барьерный, какой-то пограничный возраст для вас, когда приходит осознание того, что детство заканчивается, и начинается уже большая ответственность в вашей самостоятельной жизни. Паспорт – это серьезнейший документ, который вы сегодня получите и, надеюсь, будете беречь, потому что этот документ самый главный в вашей жизни. Получение паспорта в торжественной обстановке – традиция, которая зародилась в Люберцах более 20 лет назад. Вместе с главным документом – экземпляр Конституции, поздравительный адрес главы округа и алая обложка на паспорт с символикой России. Это очень такие необычные эмоции, когда такое торжественное событие. Теперь я полноценный гражданин, несу полноценную ответственность за все свои действия. Когда мне исполнилось 14, мне отправили видео по типу «Тебе исполнилось 14, поздравляю, пока за тебя отвечают родители». Но с этого возраста уже придется отвечать за себя. Я очень рад, что я получил грамоту, получил паспорт. Мне очень приятно. В картинной галереи Люберец для школьников прошел этнический квиз «В семье единой». Надо забывать о том, что все-таки быт нашего народа, он испокон веков формировался, и его нужно продлевать, о нем не забывать, ему учить детей. К сожалению, в нынешних реалиях у нас происходит так, что про наш этнос, про нашу культуру и наши традиции часто забывают. Поэтому такие мероприятия направлены именно на поддержку этих традиций, поддержку наших ценностей, ценностей нашего государства. Главная цель этнической викторины – укрепление взаимопонимания и межнационального согласия между народами, проживающими на территории Московской области. В этноквизе приняли участие более 50 школьников из Люберец и Держинского. В ходе мероприятия игроки познакомились с обычаями и традициями разных народов, повысили уровень этнокультурных знаний. Победителями стали ученики гимназии номер 5 Держинского. Квиз очень интересный, вопросы даются довольно легко, потому что мы знаем свою страну. Я считаю, что такие квизы – это очень полезно, потому что люди могут узнать какие-то вопросы о нашей стране, которых они могли не знать. В Люберцах реализуется всероссийский проект «Самбо в школу». На базе общеобразовательных учреждений городского округа открывают специализированные спортивные залы. Один из таких начал функционировать на базе 24-й гимназии. Тему продолжит наш корреспондент. Федерация «Самбо в Люберцах» насчитывает более 700 спортсменов. Открытие нового зала – это не только создание условий для тренировок, но и вдохновение для будущих чемпионов. Кто-то только начал свою спортивную карьеру, кто-то продолжает. И мы не сомневаемся, что обязательно из этих ребят появятся наши чемпионы, наши уже именитые спортсмены на территории Московской области, которые будут защищать титул городского округа и титул Московской области, и в последующем – России. Поэтому, ребята, мы вам желаем только заниматься спортом, быть активными. Городской округ Люберцы – один из лидеров проекта «Самбо в школу», который реализуется по инициативе президента. К нему уже присоединились 16 школ. 24-я гимназия стала 17-й. И сегодня здесь провели первую тренировку. Мы планируем установить здесь шведские стенки, турники, канаты. Зал очень удобный, просторный, легко проветриваемый, но очень удобный. Новый зал в этой школе очень просторный, очень хороший, мне нравится. Самбо я люблю за то, что это очень сложный, сдержанный вид спорта, где нужно очень постараться, чтобы добиться успехов. На церемонии открытия между Люберцами и Федерацией самбо Московской области подписали соглашение о сотрудничестве, которое станет основой для совместных проектов и программ по популяризации самбо среди молодежи. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. Венский вальс, танго и квик-степ. Во дворце спорта «Триумф» прошли чемпионат и первенство Московской области по танцевальному спорту, которые собрали более 300 участников из городов Подмосковья и Москвы. За выступлениями пар наблюдала наша съемочная группа. Роскошные костюмы и зажигательная музыка. На паркет выходили сразу шесть пар, чтобы продемонстрировать свои таланты и мастерство в разных стилях. Афина Финцева и Алексей Поляков в танцевальном спорте с 8 лет, но в паре начали танцевать только в феврале этого года. Для них главное правило в совместной работе – доверять партнеру. Мы уже все оттанцевали, так что мы ждем награждения. А настрой был хороший, мы постарались и пытались выдать максимум, даже при том, что не очень хорошо себя чувствовали. Утро не задалось по состоянию здоровья, думаю, ну надо подсобраться, потому что надо выйти на турнир и хорошо станцевать. Показать себя и побороться за победу собралось более 300 танцоров разных возрастных категорий. За выступлением следила судейская коллегия из 8 человек. Участников оценивали по трем главным критериям – музыкальность, техничность и умение работать в паре. Спортивные танцы, они очень, во-первых, яркие, очень зажигательные, эмоциональные. Музыка, ощущение, драйв, эмоции, замечательное настроение, физическая подготовка людей, улыбка, все завораживает. У нас сегодня большое количество спортсменов собралось на этом мероприятии, что очень отрадно. Потому что Московская область представлена в большом объеме количества городов. Победители чемпионата и первенства Московской области по бальным танцам наградили кубками и медалями. Такого масштаба соревнования в Люберцах проходят впервые. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ. Дворец спорта «Триумф» стал центром притяжения фигуристов-роллеров со всего Подмосковья и соседних регионов. Там состоялось сразу три соревнования по этому виду спорта. Наша съемочная группа познакомилась с участниками и организаторами большого спортивного праздника. Сразу три события в один день и на одной площадке. Малый зал Дворца спорта «Триумф» принимает участников чемпионата Московской области по роллер-спорту. Отдельная борьба среди фигуристов из Люберец. Они выступают на первенстве городского округа. Еще один неофициальный турнир для всех желающих. Он собрал спортсменов из Москвы, а также Московской, Тульской и Курской областей. Во всех трех соревнованиях у нас сегодня порядка 70 участников. Это и мальчики, и девочки. Самая младшая участница у нас 4 годика всего лишь. Спортсмены соревнуются каждый в своем разряде. Призеры у нас получают, естественно, медали. И все участники – памятные подарки. В судейскую бригаду у нас входят судьи всероссийской первой категории. Судьи в том числе и из Люберец. Варвара Сидорова приехала из Курска. Участвует в осеннем турнире по роллер-спорту. Своим выступлением девушка довольна, но считает, что еще есть над чем поработать. Я хочу занять разряд, то есть я иду на разряд. И сейчас, чего я добиваюсь, это одно из вращений. И хочу идти на двойные прыжки. Роллер-спорт набирает популярность и среди мужчин. В числе участников состязаний два мальчика, оба из Люберец. Всего на сегодняшний день этот вид спорта объединяет более 30 жителей городского округа. Оздоровительная и адаптивная физическая культура по методике Владимира Плетнева известна в нашей стране уже более 30 лет. Комплекс упражнений прост и, самое главное, эффективен. На ознакомительной тренировке, которую мастер провел для участников клуба «Активное долголетие», побывал Богдан Колесников. Тренер по физической культуре Владимир Плетнев проводит мастер-классы в рамках реализации социально значимого проекта «Физкультура для всех». Сегодня открытая тренировка для долголетов. Под наставлением мастера они учились выполнять правильно физические и дыхательные упражнения. Наши долголеты очень активны, и не только наши, и наших соседних округов. В целом старшее поколение, как показывает в последнее время, очень большое участие принимает в проекте губернатора по активному долголетию. И они, конечно, у нас участвуют везде. И вот такие встречи очень полезны, как для здоровья, так и они между собой знакомятся, продолжают общение и в жизни дальше. И очень много позитива, конечно же, это приносит им. Мы подготовлены физически, ходим на всякие занятия по физкультуре, по аэробике, на йогу ходим. И сегодня был очень интересный представитель долголетия, который показывал нам некоторые упражнения. И мы очень приятно были, восхищены его занятием. И будем продолжать заниматься. Но чтобы занятия физкультурой были полезны, важно учитывать, что уровень физической нагрузки должен соответствовать возрасту, физической подготовленности и общему состоянию здоровья. А чтобы получить желаемый результат, Владимир Плетнёв советует придерживаться трёх основных правил. «Постепенно, постоянно и последовательно. Постепенно в нагрузках, постоянное исполнение и последовательность от простого к сложному. Это база. И следующий момент, я всегда говорю, воспитание питанием. Воспитание. То есть, что мы думаем, когда садимся за стол? О чём мы думаем? Если человек садится с телефоном, смотрит информацию, кушает, что бы он ни кушал, ну бесполезно. Вот эта задача называется физкультура. Физическая, а культура с большой буквы. В округе развивается более 60 видов деятельности для людей серебряного возраста. Всего в клубе «Активное долголетие» зарегистрировано 15 тысяч люберчан. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и у нас на сайте ltv24.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова